Звучит музыка. И благословисти, и дарит весь полностью, не молитвы, аминь. Видите, меня тут нету с понедельника, я на прудах, сегодня третий день. И вот зашел, сразу видно, вот так это хлюпает все. Вот этот товарищ, выйди сюда. Мы с ней сейчас говорили, инструмент хоть прячь куда-то под голову. Это невозможно. Уже несколько раз брал, ловил с молоком, мимо меня бежит. Все бьют поленом вот эти орешки, а она никаких. Ведром, молоток, и у нее понятия нет, что это не ее. А это воровство. Я молоток бросила, а у меня разницы нету, откуда кто пришел. Молотка нету. А молоток уже под крапивой лежит, его уже никто не знает, что он там был. Его потом, где наши радовцы нашли, как люди жили с молотками, а тут одна с молотками жила. Гвозди знает где, отбирать надо. Сегодня опять гвозди била. Зачем ты это делаешь? Ну я хотела поиграть с лодками. Тебе кто разрешал брать? Гвозди теть Марина. Все. Гвозди теть Марина разрешала. Вчера разрешала. А Марине кто разрешил? Никто. Вот она и выросла из такой вот. Марина выросла. Гвозди для строительства, а не для того, чтобы под ноги их забило, и гвоздь торчит из доски. Уже брошено. Кораблик туда запускают. Там техническая вода. Не подходите близко к этому шлюму. Натаскали столько на этих кораблей, вот эти срезки, сваи делали-то. И ни один из них ни один не скажет, что ты еще делаешь. Это же не по назначению. Ни один. За 45 лет ни одного нет такого. А то как будто бы собралась шпана какая-то уличная. Ну ты это не делал. Ты не делал. Ну ты мог подойти и сказать, этот бак тут берут, посуду моют. А вы с пола берете, напустили. Там надо сейчас его очищать заново, бак. То есть вот это безразличие является преступлением. Сергей, стань на место. Это преступление. С таким трудом мы все это добываем. Вот солодку вчера привезли. Видели-видели. И Марины, и Марии. Все ходят мимо, никто нет. Еще сейчас пришел, вымыли. Почему оно должно лежать и что-то ждать, а чего неизвестно. А у меня времени не было, никто тебя не заставляет мыть. В ванной рядом налили воды. Спросил, Мария, я начали мыть, все перемыли. За это время все перемыли. Туз, солодку промыли первый раз. Сейчас зашел, валяется в дровах на полу везде. То есть вы не знаете, как оно трудно достается. Это деньги. Я сегодня могу в аптеке сдать. Любой примут. То есть отношения никакое, совершенно. И молитесь Богу, молитесь-то, христиане. Да христианин, разве можно так относиться? К тому, что стоит кому-то помощь оказать. Я же на продажу не несу. Ни на один уголь еще не продал. Каждый год копаю. Так это трудно копать. А тут бульдозер выкопал. Я ходил, собирал, собирал. Я там, наверное, не один десяток километров выходил. Ты видел? Да. Они там где делают, а я хожу за трактором. Сколько трактор ходит, и я за ним. Он говорит, да вы, людьми, корешок, я ускоряй тяну. Принес, привезли, для того бросили, все. Теперь пошел здесь. Брось охапкой, смотри, натащит крапиву в крапиву. Везде падает сейчас. То есть они одинаковые? И вы это видите. Почему вы ничего не говорите? Потому что это вы. Вы себя в них видите и радуетесь? Ой, она такая же, как и я. Я спрашиваю, ты от Содома таскаешь инструмент? Нет. А почему же ты себе позволяешь это сделать? Ну, один, два, три. Я тебя уже сколько раз ловил на этом деле. Мать, лагеря нет, накажи ее сама. Заведи в сарай ее, как мать, и накажи. Мне это очень не нравится. Вот это хозяйничание не в своем. Это наглость, Игнать Тихонович. А? Это наглость, я думаю. Ну так же нельзя. Это ему предупредил. Завтра опять тоже. Раб не научится, если останется без наказания. Он слышит, но не учится. По обедам или как, замеди и расскажи. Как они мне рассказывают. Я как курил, но тядька, тядька и папа не было никаких. В сарае меня учил уздечкой вожжами. И все, больше никогда не курил. Учил. А ей нужды даже не какой-то, она видишь, как сама в цепь со щенка сбросила, пошла там все-то сделала. То есть вольность, это твоя, она не годится. Я-то для тебя здесь не начальник. Вы в гости, в лагере нет. Только в лагере я бы тебя уже давно научил. Поэтому, мама, займи сегодня ей. Вышиби из нее это. Просто вышиби. И адекватное наказание после этого придумай. Какое? Не знаешь, я тебе подскажу, в чем заключается. Ей кораблик надо пускать. Ей очень интересно. Прибивать нельзя, веревочкой привяжи. И теперь возьми одно. Они все корабельщики пришли. Корабль строят, ты знаешь, специально в школе кружки работают. Как мачты ставят, как натягивают, учат. Мало того, движущиеся. Я видел, недалеко от аэродрома запускают самолетики. И они разворачиваются, нажимают на кнопки. А это ничего нету. Вот она лежит резко, палку, взял уже корабль для нее. У них воображение развито. Но только на данный момент. Даша не развито. Нету. Ты видел, что она корабль пускает? Почему ничего не сказал? Хорошим хочешь выглядеть? Но если ты не сказал, человек погибнет, а кровью я с тебя взыщу, с твоей головы. Иезекииля 3.18. Это не просто я промолчал, я погубил сам себя. А если ты говорил, а он не слушается, он погибнет, но ты спас свою душу. Потому что я говорил. То есть вам все равно. У птицов есть стихотворение, поется, а тебе все равно, что спаситель страдал. А тебе все равно. А тебе все равно. Вот оно отсюда и выходит. Сейчас раскладываем. Сушить взять. А пол падает, он даже не видит. Наступить может, выбросить. Там надо. Пойдите, подберите. Не сами подбирайте, их заставьте. И там оно будет кваситься. Ее надо выносить, чтобы на солнце. Они сырее лежат, под ними палатка клеет. Бросили, как оно так все и лежит. Это тип русского человека. Отчего? Я впервые в 86-м году прочитал выступление, сидя в тюрьме уже, Михаила Сергеевича Горбачева. Он выступал где-то в Иркутске или в Красноярске. Говорит, несметное сокровище развратили нас. Так было необычно тогда это слушать. Нас, советских людей, развратило. Дальше. Мы, он говорит, употребляем пресной воды больше нормы в 70 раз. Посчитали. В 70 раз. Очищенной водой поливают в огороде. Ее сначала очищают, хлорируют, а потом огород поливают. В Германии везде там отдельный клапан техническое поливать. В 70 раз. Так вы дома-то установите какой-то контроль. И в воде, и во всем. Я не знаю, в Германии, говорят, у них там счетчики поставлены воды. И даже в туалете, говорят, сходят один, второй, третий, да? Один смыв. Ну и понятно, раз платить деньги, говорят, не будешь же ты работать на нижней части. Вот у нас сломался он, шофе, этот тракторист, не знаю, сломался. Жалко. Мы бы, конечно, за неделю поправились. А теперь, что именно? Ну они сказали. Что сказали? А с кем он разговаривал? Кто-то звонил. С вами он разговаривал? Он мне говорит, шашлистер, где-то соединительное, там что-то такое. Теперь Никита приходит. Я говорю, ты отвез? Нет. Люба была, когда он возил, ему он ел, там обедал. Но у него накопилось что-то несъеденное утро вечером. И он сегодня мне вернул. Ирине передали. А Ирина говорит, а он сказал, мне не надо. Это на невесте вы в уме или нет? Человек работает, это не шофером быть. Там десять шоферов не выдержит. Как его там трясет? Как это не привело? Рычаги. Рычаги двумя руками это делает. А он сказал, не надо. Как он сказал? Это на слова Ирины ухватился, уже не надо. Мы договорились, в договоре говорится, что мы будем ему каждый обед приносить туда. В договоре, а он не будет. Не будет, заберешь, принесешь. Договор не может быть нарушен. Уже все, Никита, все, все. Еще надо, как жандарм-то. У вас совесть, как отец у нас говорил, в детстве с соплями съели. Уже все не надо. Я приехал сюда, мою, говорю, паеку, выложи сюда. Я тут поем. Чего не дашь? Десять раз надо проверять. Дал корни солодки, наказал. Никита на конца смотрел. Я тебе сказал, немедленно вымыть. Просушить. Говорил? Слышали? Так и лежит грязная. Сейчас пришел, вымыли. Ну, ушло не больше двадцати минут. Как вам не стыдно? Под ногами валяется. Это деньги. От корни солодки ни одна аптека не откажется. Это, я говорю, не череву пособирать. Это под землей рыть. Ты вырой один такой корешок, узнаешь сыну. А у нас не охватно. Я в глаза не видел столько никогда. Я даже не знаю. Ты видел сколько? Нет? Это вообще ужас какой. Расковырял целую плантацию, уничтожил его. И она кое-где выглядывала. Я так прикинул, примерно двадцатая часть всего. Вот о чем мы говорим. А зачем крестик подтянула сюда? А я не подтягивала? Ну, кто-то его привязал же тебе так под шею. Сделай, чтобы здесь был. Грудь закрой. А там плотные так делают. Нательный крестик. И вот сюда вот, а здесь нет. Кто ты такая? Ты слышал, что я сказал? Да. Сделай ниточку длинную. А здесь, чтобы груди не было. Вот как заши, вот эту, пришей тряпку. Крестьяне православные, на вас мусульмане глядеть не могут. Зашейте, чтобы ничего не было. Вот пример даете. И она такая же стоит уже вот. А еще одна, копия мамы. Повторяю, ни одна настоящая мусульманка в таком виде я не видел. Я видел в школу, я переписываюсь с мусульманкой. И они в школе сидят. Все до одной в хиджабе. Все до одной. А нашу свадьбу, как посмотришь, как будто верующих там никого нету. В один день разделили. Даже показывать не хочется. Отдавал аппарат. И кое на одной, где-то в другом. Где-то мы наши снимали. На другом государстве, в неком царстве, чтобы они не подумали. И посмотрел, как одеты. И без платков, и без рукавов. И своих людей узнаю. Мигом. То есть это не добровольно было принято. Я не могу предположить, чтобы была там Надежда Васильевна, она по-другому одела. Она вся так одета. Возьми не на желтый аромат. И чтобы она была раздета. Никак. А это все открыто. Я посмотрел, у меня голова так пошла кругом. Сколько труда я в Вас вложил. До будущего вставания, как во Христе Иисусе. Иисус Христос дал что-то, а ты развеи. Я сегодня размышлял об этом. Нехорошо человеку быть одному. Человеку был один Адам. А почему именно? Почему не хорошо? Не с кем поделиться радостью. Знаете, один так охотно сказал. Сегодня я нашел ягоды. Крещать хочется. Клубнику нашел. Большая. Крупная. Спелая. Спелая притом. Как будто вчера доспела. На втором мостике. И нашел начало. От конца пока не видно, где это заканчивается. Я угостил тракториста. Бордозириста. Сам два раза поел. Сходил. Но не стал дальше. Надо сказать. Нехорошо это. Враг отступил. Мы забрали. А он знает, хорошо ли это будет. Как сирийские когда отступили. Так, за стол. Игнатий Тихонович, можно объявление сделать? Детям. А что надо? Раз я виновна в этом деле. Я хочу сказать, чтобы дети принесли все кораблики. Мы их разберем и в гвозди положим все на место. Пожалуйста, принесите все кораблики. Ну да. Ни какие-то, ни кораблики, ничего. Кораблики это учиться надо делать. Какая длина, ширина, осадка, тяжесть, мачты. Как натягивают канаты. У них здесь еще нет. Туалет. Ты туда, к женскому туалету близко не подходи. Шныр. Я его уже захватываю. Зачем туда ходишь? К баку не подходи. Тебя просто как кто-то за руку водит. Самые где нельзя, так. Это я только пришел. На пять минут я тебя уже дважды захватил. Совершенно бесконтрольно. Как будто Вадим и кем-то. Не сам по себе. За стол. Благословите. Господи, Иисус Христе, Сергей Божий, помилуй нас.